Добрый вечер! Выглядит информационный выпуск телерадио компании «Гомель» у студии Натальи Гнатенко. Президент краины Александр Лукашенко сегодня разглядит кадровое питание. У приватности он дал сгоду на призначение старшиней Лельчицкого райвы-Канкама Анатолия Гапоника, Лоевского райвы-Канкама Сергея Дмитрова, ректором Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны Сергея Хахомова. До початка 5-го Усебелорусского народного схода застаётся полтора тыдни. На этом форуме Гомельскую область представить 350 человек. 31% делегатов – Жанчины, загульной колькости удельников, 25% – депутаты Мясцовых Советов. Практично каждый пятый – представник социально-культурной сферы, адукации и аховы здоровья. 8,5% – инженерно-техничные работники, коля восьми – представники вёски. Олег Синцеров сустрелся с некоторыми делегатами. Каждый делегат 5-го Усебелорусского – специалист в своей сфере, а тому все разом они могут принимать решения по любых пытаниях социально-экономичного развития державы. Для того, что делегация Гомельской области – это ещё с получением молодости и опыта взрослых денег от нашего региона от 20 до 85-ти годов. Республиканский науково-практичный центр радиоактивной медицины и экологии человека – одна из ведущих медицинских установ в Беларуси. По выниках минулого года до речи оно отримало премию белорусского урада за достигнение уголения якости. Сегодня центр заявляется главной организацией по оказанию специализованной медицинской допомоги на Синицу, якое потерпело от катастрофы на ЧАЭС, а так само науковом забеспечении ширгу державных программ. Сегодня действительно то, что достигнуто в Республике Беларусь в системе здравоохранения, в организации медицинской помощи, оно признано во всём мире, но нам нельзя останавливаться на достигнутом. И нужно двигаться вперёд, развивать те технологии, которые сегодня существуют в мире. Поэтому, конечно, первоочередная задача – это обсудить вопросы доступности к качеству медицинской помощи и дальнейшее её развитие. Есть об чем сказать на пятом усебелорусским народным сходе и представникам агропромыслового комплекса. За опошние 7-8 годов этот сектор дробил значный крок наперед, что дозволило нас праве сказать об харчовой беспецы краины. А про чатаго сегодня, а пока ещё и экспортно-ориентованная галина, дякуючи, а кой Беларусь что год отримывает миллиарды долларов. Разом с этим делегаты от Гомельской области кажут об бережливости и необходимости больше рационального расходования сродков. Плюс больше уважливо подходит до процесса реформования, особливо, когда у господарка высокие вытворчие покажчики. Изусим недредная середняя зарплата. У колгаси 50 год Костричника Реческого района за прошлый месяц и она склала, например, 8 миллионов 200 тысяч рублей. Меня особенно интересует, почему должны реформировать колхозы, которые успешно работают, почему им предлагают другую форму работы. Если хозяйство ведёт работу на уровне, своевременно платит зарплату достойную, рассчитывается по всем платежам с государством, с банками и ведёт расширенное воспроизводство, По-видимому, и слово «колхоз» – это историческая форма собственности, она обязательно должна остаться, если не массово, то никогда она не должна исчезнуть. Сегодня белорусские абитуриенты сдали первое тестирование. Уступные выпробования начались с белорусской мовы. Сдавать родную мову в Гомельской области выказали жадание около 3000 абитуриентов. Нагадаем, на Гомельщине ЦТ проводится у шести высших научных установок. Мазырским педагогичным университете, Светлогорским державным индустриальным колледжи, Гомельским державным университете, Гомельским техничным университете, Белорусским державным университете транспорту и Белорусским гандлёво-экономичным университете с поживецкой кооперацией. Тестирование будет проводиться до 27 червеня по 15 предметах. Всё лето сдавать уступные экзамены сбираются свыше 38 тысяч человек. Абитуриенты должны помнить, что в день поведения централизованного тестирования они должны прийти в пункт тестирования за 30 минут до его начала, иметь при себе пропуск, оформленный в установленном порядке, а также документ, удостоверяющий личность, а также ручку гелевую или капиллярную с чернилами черного цвета. У комитета держконтроля Гомельской области организована горячая телефонная линия по питаниях уступной кампании. Номер телефона у Гомели – 23 83 85. Когда сотни представников сферы адукации из всей области, сегодня встретились в Гомеле на штогадовой на ради по питаниях приема и працеулаткования выпускников среднеспециальных и профессионно-технических установ адукации. Сустреча отбылась в Гомельском колледже народных мастерских промыслов. Приемные комиссии во установах такого типа начнут працу 15 червеня, а завершат 20 жюня. На встрече у Гомеля представники сферы адукации обмерковали нормативные питания проведения приема, позначили задачи на будущий научный год и подвели выники минулого. Так, в 2015-м наденную форму научения во установе среднеспециальной и профессионно-технической адукации в области было принято больше, чем 5000 человек. Самыми популярными у абитуриентов тогда были Гомельский лицей машинобудования, колледж народных мастерских промыслов и лицей чагуночного транспорта. У их на некоторые специальности конкурс складал больше, чем 2 человеки на место. До речи, в наступном годе спис специальностей пополнится новыми. У Гомельской области у першыню почнуть рыхтовать агентов по забеспеченне, повара у дитячого харчавання, операторов компьютерной графики и монтировщиков шиномонтажных муфт. Некоторые из этих специальностей стали новыми не только для Гомельской системы адукации, але и для белорусской вогули. Автопробегом на ретро-автомобилях отзначили 85-ти годзе энергетичные системы супрационники предприемства Гомель-Энерго. У святочной подорожей они накировались по маршруте Гомель-Чачерск-Корма. Долучилась до пробегу и наша сдымочная группа. Форму празднования юбилея в виде автопробега выбрали не случайно. Увлечение ретро-автомобилями – корпоративное хобби энергетиков. Все машины, а это 15 единиц – личная собственность работников предприятий энергокомплекса. Уже пятый год подряд они отправляются автоколонной по регионам Гомельской области. В этом году посещают Чачерское корму. Выбор места всегда не случайен. В этом году 30-летие Чернобырской трагедии. И, как правило, мы выбираем такие районы, которые наиболее пострадали от этой трагедии. Официальный повод для автопробега – 85-летие энергосистемы в Беларуси. Но сами участники более важной называют 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Поэтому в каждом пункте пробега сначала посещение знаковых мест, связанных с памятью участников войны. В Чачерске цветы возлагают к монументу погибшим Великой Отечественной солдатам и партизанам. Тут же вручают подарок для местной спортивной школы – комплект татами. Подарок очень щедрый, потому как на сегодняшний день татами, комплект татами, оно очень дорогостоящее. И сами мы не в силах, не можем себе позволить купить комплект татами. И вот благодаря Гомель Белэнерго, их руководителю Сергею Олеговичу, еще раз вам большое спасибо, они пошли нам навстречу и приобрели целый комплект татами для наших воспитанников. Гомельские энергетики памяти Великой Отечественной войне чтут особо. На предприятии даже есть свой военно-исторический клуб. Он носит название 53-й мотострелковой бригады НКВД и призван сохранить память о вкладе гомельских милиционеров в Великое Дело Победы. 53-й мотострелковый полк НКВД он формировался в Гомеле. В Чонках его база была, он принимал активное участие в обороне города Гомеля. Он был базой для создания групп, на базе которых после создавались партизанские отряды по всей нашей стране. Проезд автоколонны по Чечерску буквально парализует в городе движение, как автомобильное, так и пешеходное. Такое зрелище здесь видят нечасто. Автоколонна тем временем направляется в корму. Здесь еще один митинг на Аллее Славы и возложение цветов к мемориалу памяти, отцеленных в результате аварии на ЧАЭС-деревень, после концерт на главной площади города, который еще раз подтверждает энергетики, люди талантливые и многосторонние. Участники заслуженного любительского коллектива «Скорбонка» гомельских теплосетей и поют, и танцуют, и стихи читают. И все на высоком профессиональном уровне. С концертами они объехали не только всю Беларусь, но побывали и за границей. В корме также не обошлось без благотворительности. Ветеранам Великой Отечественной вручили подарки, а для многодетных семей подготовили сертификат на 20 миллионов рублей. Вся социальная активность энергетиков проходит под патронатом Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, электротехнической и топливной промышленности. Это один из главных организаторов акции. Мы вручаем подарки ветеранам Великой Отечественной. Мы отдаем дань ветеранам войны, возлагаем цветы воинским захоронениям. То есть мы, будем говорить, следуем тому девизу, который появился или возник на 7-м съезде Федерации профсоюза. Мы вместе. Автопробег в очередной раз доказал, что энергетики способны принести в наши дома не только свет и тепло, но еще и праздник. Для самих же работников Гомеля Энерго это еще одна возможность укрепить командный дух. Главное, значит, сплочение коллектива, энергетического коллектива, поскольку от того, насколько надежный коллектив, такое и надежное энергообеспечение всего нашего народного хозяйства, нашего районного сектора экономики. Анастасия Кучинская, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Чечерский, Кармянские районы. У картинной галеры Гаурила Вашченки открылась выстава живых экзотичных птушек под названием «Свет великих попугайов». Гэты дзивны малявничий куток областного центра у детей выкликая неподробную цикавость и радость, а для дорослых з'является своесабливым экзотичным релакс-памешканнем. С перших хвелин знаходження тут, у месцы полным прыгожих птушиных спевов и щабятаннёв, отрымливаешь зарад становчай энергии и доброго летнего настрою. На выставе проставлена каля пятидесятидзивных по своей природе пернатых насельников самых далёких кутков земного шара. Гэта попуга из самых розных видах, колеров, померов и характеров, от маленьких хвалистых и неразлучников до вялеких ара и кокаду, некоторые из них навод размавляют. До речи робятены гэта досыть редко, однак захопленных поглядов с боку дятей и дорослых у адрысых экзотичных птушек от гэта га менш не становица. До того ж для юных наведвальников гэта га уникального кутка дикой природы продугледжена имправизованная арт-зона с розноколяровыми алоуками и размалёуками. На приканцы мая финишовала 99-я паліку супервелошмадзёнка «Джирадыталі». У агульным заліку гомельский велогонщик команды «Димешн Дата» Константин Силцов занял 10-е место. Гэта выник став лепшим для беларусов за всю историю выступления на гонках гранд-тура. Зараз Силцов рыхтуется до олимпийских гульняв у Ре де Жанейра. Днями он наведаў областный центр. Гранд-туры – гэта самая прэстыжная гонки у свете велоспорту. Их усяго три – Джира, Тур де Франц и Уэльта Испании. За плячыма беларуса – полтора десятка супервелошмадзёнок. Десятае место на Джира 2016 стало для Силцова полторам поспіху. В 2011-м беларус так само замкнул десятку мацнейших прэстыжной велошмадзёнке. Однако досягнение пятигадовой давности – не еденіў якое параўнайне с ця перашнім. В 2016-м годзе было куды складаніў утрымаць позіции. Прыгэтым был реальны шанс падняцца вышеў генералай класіфікаціў. Пирамошце – итальянцу Франшеско Нибали Силцов соступил 16 хвилин 20 секунд. Достигнутым результатом, да, аналізируя после Джира де Италия свои возможности, с моим личным тренером команды, то есть реально можно было бороться за восьмую позицию. Но, скажем честно, девятую позицию мы упустили просто в последний день. Не из-за моих физических и кондиций, а из-за тактических действий моих директоров. Подрыхтовка Даджира де Италия вялась с прицелом на Олимпиаду Урыя, куды Константин Силцов плануе отправиться. На сама гонка стала выдатной проверкой сил. Даля подрыхтовки Дагульна Урыя беларус плануе хвэраваць ўделам у іншай супервялашмадзёнцим Тур де Франц и трохи адпачыць. Прыертэт будзе аддадзен и менш долгим гонкам. Вся проделанная работа перед Джиро, она как бы с такой же уклоном была проведена на Рио, то есть на ближайшие Олимпийские игры. Скажем, у Джиро де Италия был один из больших тестов для тестирования своих кондиций, своих возможностей именно с гонщиками высокого и мирового уровня. В физическом плане себя чувствую как никогда после любого грантура, обычно наступает момент расслабления тяжести, морально-психологической усталости. Удивление, что несмотря на 33 года, я чувствую себя гораздо лучше, чем другие пройденные 15 грантуров моих. И сейчас последние два дня вели именно разговор с моим менеджментом команды и с Федерацией беларусского велоспорта, потому что два дня находился в Минске. И то есть, наверное, придем к заключению такому, что пропущу Тур-де-Франс и буду вести непосредственно подготовку через другие гонки. Это Тур-Польша, Сан-Себастьян. У Гомеля Константина Силцова сустрели ветливо, повиншовали с поспехом на Джиро и пожадали удалого выступления на Олимпиаде. Добрые слова и областное представительство Национального олимпийского комитета подмоцевало материально. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершены. У студы працывала Наталья Гнатенко. Мы сочим с разведцем падею Гомелей в области. Заставайтесь с нами.